В Химках вовсю идет текущий капремонт подъездов. Рабочие обновляют входные группы, стены и потолки, приводят в порядок почтовые ящики, мусоропроводы, меняют окна и освещение. Всего в этом году обновят 93 подъезда, а план работ на эту неделю обсудили на общегородском совещании под руководством главы Дмитрия Волошина. В настоящее время уже по четырем адресам ведутся работы. 26 июня мы спланировали инспекцию, посмотреть, как проводятся работы. А в 23-й гимназии Химок работы на финишной прямой на этой неделе на объекте завершат малярные работы. В целом капитальный ремонт уже выполнен почти на 80%. Приступаем к такой самой приятной стадии окончания капитального ремонта. Это согласование ТХ, согласование оборудования, которое, соответственно, у нас будет стоять в школе, которым будут пользоваться детки. В жилом комплексе Новогорск парк кипят работы по строительству водорегулирующего узла. В планах завершить возведение сооружения уже в июле. А на улице Кирова вблизи станции исходная бригада меняют трубопровод и перекладывают теплосети. Также на этой неделе продолжатся работы по масштабному капремонту дорог. Начинаем две новых дороги. Будет производиться фрезерование дорожного покрытия. Это улица Пролетарская и Вашутинское шоссе. Три дороги, которые выполнялись, идет активная сдача. Параллельно в Химках модернизируют систему уличного освещения. Эту работу проводят в рамках концессионного соглашения. Только за неделю заменят 650 опор, установят 11 шкафов управления. В городском округе продолжат и создание тропиночной сети. Пешеходные дорожки на месте народного маршрута появятся в Лунево. А в Подресково, Брехово и Химках комплексно благоустроят семь дворов. Отдельное внимание установки камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Важный момент. Все контейнерные площадки 749 будут оборудованы в этом году камерами видеонаблюдения. Вторая тематика – это детские площадки. Также немаловажная для нас история. Вы знаете, 5000 камер видеонаблюдения в Химках стоит. И мы видим, следим за уборкой, транспортом, пробками. Картину понимаем. Не хватает нам все-таки контейнерных площадок и детских, в первую очередь. А в 2025 году у нас планы все остановочные модули в камеры видеонаблюдения также установить на них. И в обязательном порядке все парковки. На этой неделе большой объем работ проведут специалисты ТСК «Мосэнерго». Ремонт котельных позволит улучшить систему теплоснабжения в Химках. Сотрудники химкинского филиала проводят подготовку к отопительному сезону будущего периода. Есть коротко, на неделю, у нас запланированы планы. Семь мероприятий. Это два мероприятия по плану предупредителям ремонта двух котельных. КТС «Мир» и КТС «Банны». ЦПЦТП, ППР основные проводим по левому берегу. Там дальше будут на слайде. И три этапа гидравлических испытаний. Единые госэкзамены позади. Уже на этой неделе выпускники получат аттестаты о среднем образовании. 28 числа планируется выпускной вечер. Дата рекомендована министерством образования. У нас в этом году выпускается 1130 выпускников. Большое количество, много стубальников. А 27 июня в городе проведут День молодежи. В рамках праздника организуют тематические мероприятия. Центральной площадкой станет причал Химки. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости Химки-ТВ.